здравствуйте меня зовут федор васильев в этом уроке мы с вами рассмотрим вывод корзины через пункт меню и мы еще раз смотрим с вами модуль корзины то есть смотрите здесь просто на ваше усмотрение либо вы можете использовать это это потому что по сути как бы это одно и то же да или выбрать что-то одно конечно модуль корзины вот такой вот он в любом случае будет необходим потому что им удобно пользоваться данный модуль вообще вывести можно в любой позиции шаблона но в данном примере у нас выведен он справа в углу поэтому мы там же его и выведем прежде чем поставить модуль в нужную позицию нам нужно сразу посмотреть в какой позиции находится данный модуль мы к адресной строке подписываем вопрос tp равно единица и смотрим какие здесь есть модульные позиции наверху название то есть нам нужно и вот еще есть тут toolbar r запоминаем эту позицию переходим в админку нашего сайта переходим расширение менеджер расширений переходим в дополнительные материалы компоненты джумал касса то есть вы уже знаете где находится эта папка и здесь мы находим модуль джеки карт 3 4 1 1 то есть вот этот модуль перетаскиваем загрузить установить модуль корзины покупателя успешно установлен переходим расширение менеджер модулей и вот наш модуль заходим внутрь сразу его включаем позицию которую мы с вами скопировали находим здесь заголовок скрыть привязка делаем на всех страницах и давайте сразу сохранимся и посмотрим что у нас получается и у нас пока вот такая вот картина пока у нас ничего не настроено здесь все у нас пока выглядит очень некрасиво и сразу смотрим макет блока корзины списке можем выбрать горизонтально комбинированный и повар если мы выбираем повар у нас появляются дополнительные поля я сейчас буду настраивать сразу так как выглядит у меня вот здесь если вам интересно посмотреть какие есть еще варианты домашним заданием для вас будет изучить данный модуль давайте пока настроим его как у меня есть выбираем последний вариант по повар здесь у нас идет css класс кнопки то есть быстро пуске кнопки то есть если мы сейчас сохранимся обновимся то есть у нас будет вот такая вот кнопочка да чтобы сделать нам ее такой цветной не обязательно оранжевый здесь мы можем перейти по вопросику и в дополнительные вкладки смотрите вот здесь вот идут кнопочки вы можете просто например брать копировать вот такое название и у вас будет синяя кнопка например голубая копируете такое название другого цвета кнопку да можно просто link серая кнопка потом можно чтоб кнопка была меньше и так в моем случае я вставляю вот такую конструкцию вот это вот говорит о том что кнопка меньше будет то есть смотрите если мы ставим вот так вот и нажмем сохранить обновимся то кнопка будет большая желтая да то есть я выбрал желтый цвет то есть вот она вот она название и а если я подпишу вот вот такой еще конструкция сюда и нажму сохранить смотрим на кнопку обновляемся кнопочка стала меньше пока при наведении на нее у нас не всплывает да ничего двигаемся дальше дальше у нас идет иконка если вам нужна иконочка то есть ведь у нас есть иконка корзины то есть также можем кликнуть вот поэтому вопросику открывается bootstrap с иконками и здесь можно найти подходящую иконочку но я думаю что самый подходящий это корзина и здесь есть такой нюанс если мы просто возьмем вот так вот название иконки видно что все иконки у нас черного цвета то есть она такой будет если вам нужно вот как у меня здесь белого цвета то вы вставляете конструкцию иконки то есть вот без этого да у вас будет вот название иконки корзины сейчас а вот это под подпись это называется иконка белая то есть вот без нее если вот эту конструкцию если удалю будет черная так ну давайте сохранимся и посмотрим обновляюсь и вот иконочка корзины появляется то есть вот эти конструкции вы просто находите на странице bootstrap и надеюсь здесь уже все понятно вам вот иконочка данной корзины то есть вы просто копируете это название и если иконочка нужна белая вы подписываете вот такое вот словно icon тире white то есть белый до положение иконки влево вправо то есть сейчас у нас она находится справа можно сделать перед началом текста я оставлю как есть смотрите если мы сейчас кликаем на кнопочку да у нас ничего не происходит чтобы у нас всплывало окно вот здесь вот контейнер по повар здесь можете например прописать слово body давайте сохранимся обновимся и теперь у нас переклики уже всплывает окно то есть у нас уже очень похожи вариант как вот здесь двигаемся дальше позиция повар то есть вниз у нас всплывает вниз можно выбрать в другие стороны да но лучше всего я думаю вниз так ширина блока корзины 0 не трогаю граница блока корзины тоже нет так движемся дальше фон блока корзины можно кликнуть вот сюда и выбрать какой-то цвет но у меня тут света нет поэтому оставляем прозрачным текст можно оставить влево дальше тип ссылки всплывающее окно и вот здесь вот можно написать такого рода текст то есть текст пустой корзины видно что у нас сейчас в корзине так сохранимся здесь обновимся видно что у нас сейчас корзине есть продукт давайте перейдем в корзину очистим корзину чтобы у нас корзине ничего не было видно что у нас здесь показано видно ноль продуктов если мы кликаем продуктов корзине 0 и вот он ведь этот текст который я только что добавил здесь уже можете даже какой-то свой текст написать дальше изображение корзины смотрите если мы посмотрим сюда вот здесь есть такое изображение и здесь нужно два изображения когда корзина пустая мы можем поместить картинку с корзиной например с пустой корзиной когда есть хоть один здесь добавленный продукт в корзину мы можем поместить иконку с корзиной с каким-то продуктом тоже интересно поэтому я вот именно эти иконочки вам прямо в уроке вложил вы можете потренироваться а потом уже в интернете можете найти подходящий для своего магазина поэтому пустая корзина мы выбираем иконку выбрать зайдете значит в папку с уроком и будет здесь две картиночки пустая корзина открыть загрузить выбираем ее вставить полная корзина также кликаем и загружаем рисунок полной картины полной картины выбираем вставить изображение как ссылка то есть в данное изображение как ссылка можно оставить до положение изображения влево сохранить идем на сайт обновляем страницу кликаем корзина и сейчас видим нас корзина пустая мы сделали с вами иконку как ссылка если мы кликаем на эту иконку во всплывающем окне всплывает наша корзина продуктов корзине нет кликаем нажать здесь и нас выбрасывает просто магазин зайдем в какой товар положить корзину здесь видно на кнопке появился скобках единичка значит товар добавлен в корзину кликаем сюда и вы видите иконка изменилась у нас показано что в корзине что-то лежит дальше продуктов в корзине но здесь подсказках все принципе понятно оставляем здесь да да дальше сумма продуктов можно оставить показать если нет в продуктов оставляем скрыть есть подсказки все написано сложности здесь возникнуть не должно движемся дальше список продуктов список продуктов я скрою также можно оформить кнопку корзины я ее скрою то То есть у нас, чтобы выглядело вот так, в параметрах у меня все скрыто. А вот кнопка заказа мы включаем показать. И у нас появляются новые поля для стилей. Здесь аналогичная ситуация. Первый класс мы создаем индивидуальное оформление для кнопки. Здесь уже то же самое. Кликайте на вопросик, перебросит вас на тот же сайт Bootstrap, где вы можете подобрать себе стиль кнопки. У меня кнопка зеленая, и я вставляю вот такую конструкцию. Если перейдем сюда, то вот данный текст, то есть данный шорткод этой кнопки. И вставляем здесь иконочку, то есть шорткод иконки. Иконку, соответственно, подбирайте или можете использовать, как у меня. Положение иконки вправо. Давайте сохранимся. Обновимся. Кликаем. Кнопочка у нас есть. Оформить заказ. Кнопочка стала зеленая, но не появилась почему-то иконочка. У вас, может быть, все будет нормально. В другом моем демо данном у меня здесь все то же самое. Иконка есть. Так, кнопку мы сделали зеленой. Эта кнопка у нас ведет, значит, оформить заказ. Если мы на нее кликаем, мы переходим на страницу заказа, которую мы с вами уже формировали. Вот таким вот образом. Выравнивание кнопки у вас можете выставить по центру. Тогда будет вот так вот по центру она. Смотрится намного лучше. Итак, мы с вами оформили модуль корзины полностью. Здесь остается описание. Привязка к пункту меню. Это вы уже знаете, как делать. На всех страницах можно выставить. Право доступа, ксс, дополнительные параметры. Здесь можно скрыть на страницах. Если мы кликаем сюда и выбираем страницы. Но я не вижу смысла скрывать. Мы можем просто вот здесь назначить определенные страницы. Остальное все здесь то же самое. Итак, модуль у нас готов. Смотрится немножко по-другому, потому что здесь у меня добавлен внизу телефон. Позже мы это все рассмотрим. Давайте теперь выведем вот такую страницу корзины, как у меня здесь в демо. Если я кликаю, мы находимся сразу на корзине. То есть мы такое же видели с вами во всплывающем окне. Но также можно это сделать вот так вот страницей. Давайте посмотрим, как это делается. Выходим из модуля. Переходим в меню. Я делаю в меню left. Вы можете сделать либо здесь, либо вот здесь в горизонтальном меню. Соответственно, у вас это будет main menu. Заходите туда и создаем там пункт меню. Так, я буду делать в меню left. Я захожу сюда. Нажимаем создать. Нажимаем выбрать. Joomla Kassa. И вот смотрите, третий пункт. Корзина покупателя. Отображает корзину покупателя. Кликаем сюда. Заголовок в меню пишем корзина. Дальше параметры страницы. Можно прописать какой-то заголовок в H2. И какое-то описание. Этот заголовок будет выводиться вот здесь над корзиной. И вот описание я смайлик поставил. Вот здесь может быть ваше описание. Остальное здесь все то же самое. И давайте еще посмотрим. Видите, у меня здесь идет у каждого пункта меню такая симпатичная иконка. Вы должны уметь уже это делать. Но если нет, я вам все-таки напомню. Это вот параметры страницы. Изображение ссылки. И здесь подойдет 32 на 32 пикселя картинка. Также в папке с этим уроком я эту картинку приложил. То есть уже нужного размера. Можете потренироваться. Вот она 32 на 32. Загрузить. Выбираем ее здесь. Сохранить. Идем на сайт. Обновляем страницу. И у нас тут добавляется видите пункт меню корзина. Кликаем сюда. И у нас здесь открывается корзина. То есть тут был не один добавлен товар. Он тут и есть. И у этого товара есть рекомендуемый продукт. Здесь все то же самое. Мы это с вами уже проходили. То есть все настройки, касаемые корзины, они действуют и на эту страницу. Как на всплывающее окно корзины, так и на эту. Мы можем также отсюда удалить товар. И здесь у нас товара нет. В корзине видите вот написано. Нет продуктов. Нажмите здесь, чтобы продолжить покупки. Все то же самое. На этом я заканчу данный видео урок. И увидимся в следующем.